Здравствуйте, в эфире программа ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко, и сегодня выпуски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Форс-мажор не освобождает от санкций. Почему водитель Пантеака устроил массовое ДТП на Челюскинсов? Усиленный контроль за пешеходами и дополнительные экипажи инспекторов. В Новосибирске идет масштабный профилактический рейд. Парковка для избранных. Как выглядят зарубежные стоянки для дам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ежедневной сводке ДТП расскажем о печальных инцидентах, которые произошли в Новосибирске области за прошедшие 24 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два человека попали в Черепановскую больницу после ДТП на трассе М-52. Молодая автоледи управляла ДЭМИ, уехала на высокой скорости. Недалеко от Шуругина девушка не справилась с управлением, иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водители и пассажиры госпитализировались с переломами, травмами и многочисленными ушибами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина решила пересечь проезжую часть в зоне нерегулируемой пешеходной зебры. Кашкай не затормозил. Дама упала, сломала руку и ударилась головой. Владелец Ниссана вину признал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тойота Изис остановилась перед пешеходным переходом на Красном проспекте в Черепаново. Но этого маневра не заметила женщина, которая двигалась следом в салоне короны. В итоге ее машина протаранила Изис. Инициатор ДТП ударилась головой, получила сотрясение головного мозга. Она не была пристегнута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступ кашля привел к массовому ДТП на улице Челюскинцев. Понтиак хотел было припарковаться вдоль дороги, для этого водитель выкрутил руль вправо. Завершить маневр благополучно не получилось. Внезапно водитель закашлял. В результате Понтиак врелся в Короллу. Короллу отбросило в РАВ-4, а РАВ-4 отлетел настоящий впереди ИСТ. Пострадавших в ДТП нет. Водитель Понтиака вину признал. Еще четыре иномарки столкнулись недалеко от улицы Пойменной. Тойота Пробокс, Тойота Раум, Форт Фиеста и Бетономешалка ехали в попутном направлении на проспект Дзержинского. Внезапно Пробокс вернулся в Раум. По инерции Раум отбросило Форт, а Форт в Бетономешалку. Водитель Пробокса рассказали комиссар и скрылся с места ДТП. Мужчине грозит лишение водительских прав, либо административный арест. Невнимательность водителей или вседозвольность пешеходов. Все чаще на дорогах области люди попадают под колеса автомобилей. Сотрудники ГИБДД вышли на места концентрации ДТП и напомнили всем нарушителям правила дорожного движения. 113 дорожно-транспортных происшествий на Зебре в Новосибирской области с начала года. 14 из них со смертельным исходом. По статистике, в половине случаев виноваты сами пешеходы, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Сегодня опасность возрастает не только для нарушителей, но и для тех, кто переходит дорогу по правилам. С наступлением осени, с наступлением слякоти, туманных, явлений моросящего дождя, ну и сокращения светового рабочего дня. Соответственно, резко ухудшилась видимость. И, как следствие, мы регистрируем рост наездов на пешеходах, в том числе на пешеходных переходах. Чтобы избежать аварий, сотрудники ГИБДД настойчиво рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы, особенно в темное время суток. Это значительно увеличивает заметность на дороге, соответственно, время реакции водителя для того, чтобы предпринять меры по избежанию наезда на пешеходах. Казалось бы, незначительные дешевые средства, которые могут спасти жизнь и здоровье. В том числе, в первую очередь, нужно обеспечивать детей. Мужчина хотел сэкономить время. В итоге попал в руки госавтоинспекторов. Отходите, патрульный, отходите. Материалом заставим, покойте дальше. Однако не все нарушители соглашались признавать себя виновными. За некоторыми пришлось устраивать погони. Те, кому удалось сбежать, как маленькие дети, прятались за ограждениями. В ГИБДД уверены, приучать людей к безопасности на дороге нужно с самого детства. Но, по мнению школьников, сегодня в образовательных учреждениях этому уделяют слишком мало времени. У нас уроки в школе приходят. Мы изучаем уже не правила дорожного движения. Что делать при пожаре, при наводнениях. Может, один раз в год проведут. Напомню, по закону за нарушение пешеходы должны раскошелиться на 500 рублей, водителей на 1500. Если оплатить штраф в течение 20 дней, санкция обойдется в два раза дешевле. Мужчина въезд запрещен. В мире набирают популярность женские парковки. Так, на днях необычная стоянка появилась рядом с полицейским участком в Дубае. Таким образом, местные власти решили обеспечить жительницам Эмиратов неприкосновенность частной жизни, но и избавить представительность прекрасного пола от лишних волнений из-за поиска свободного места. И линии таблички на специальных стоянках выделены розовым цветом, а сами парковочные места для автоледи чуть шире, чем обычные. Большие колеса, необычные багажники и газобаллонное оборудование совсем скоро перестанут быть недостижимой мечтой. В Госдуме разрабатывают закон, по которому легализовать изменения в автомобиле будет гораздо проще. Если новый проект одобрят, автовладельцы смогут просто пройти техэкспертизу в лаборатории, получить заветный документ и с чистой совестью сесть за руль тюнингованного авто. При этом предъявлять машину в ГИБДД больше не потребуется. По мнению экспертов, право госавтоинспекторов определять, являются ли изменения в конструкции автомобиля законными, влияет лишь на рост коррупции. Напечатанный мост в Нидерландах официально открыли движение по переправе, которую распечатали на огромном 3D-принтере. Конструкция подобного типа первая в мире. Печать заняла три месяца. Вместо чернил производители использовали армированный бетон. Заливка из него укладывалась в 800 слоев. Автомобилю на такой мост заезжать нельзя, не выдержат нагрузки. Зато велосипедистам – велкам. Длина переправы – 8 метров. В ближайшее время лаборанты Эндховенского университета приступят к печати малоэтажных жилых домов. Далее в программе рубрика «Две беды». Это интернет-сборник аварий, которые произошли на глазах у случайных свидетелей. Ну а затем ролики с регистраторов выложили в интернет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok